Вести Карачаева, Черкесия Глава Карачаева, Черкесия Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по оригинальному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя премьер-министра страны Марата Хуснулина. Участники заседания рассмотрели реализацию национальных и федеральных проектов в регионах России. В Карачаеве, Черкесии, сегодня по федеральным программам и нацпроектам осуществляются мероприятия по 170 объектам, в том числе строительство 70 объектов, среди которых объекты образования, здравоохранения, спорта, жилищного строительства, водоснабжения, туристской, дорожной инфраструктуры и ЖКХ. Кроме того, в текущем году ведется благоустройство 64 территорий, 14 общественных и 50 дворовых. Осуществляется и капитальный ремонт 31 участка дорог, 4 искусственных сооружений и монтаж одной установки весогабаритного контроля. В рамках заседания Президиума правительственной комиссии по оригинальному развитию в стране обсуждались также механизмы упрощения деятельности строительной отрасли, уменьшение бюрократических барьеров, что позволит работать продуктивнее и сдать объекты капитального строительства в установленные сроки или с обережением. И в продолжение этой же темы. В Карачаево-Черкесе за счет инфраструктурного бюджетного кредита планируется реализовать два объекта. Это в частности строительство и реконструкция сети горнолыжных трасс Домбай общей протяженностью около 17,5 километров и строительство сооружения инженерной защиты. В республике также одобрен инфраструктурно-бюджетный кредит на комплексную застройку квартала в микрорайоне «Спутник» Черкеска. Планируется строительство более 3 километров седей водоотведения. Руководитель региона Рашид Тимрезов провел встречу с выпускниками школ Карачаева-Черкеси, которые по результатам единого государственного экзамена набрали 98-100 баллов по различным предметам с их учителями и наставниками. Глава обратился к нынешним абитурентам со словами «Напутствие» и вручил им, их учителям и наставникам памятные знаки к столетию образования региона. Выпускники, в свою очередь, рассказали о планах на будущее, кем хотят стать и где учиться. Ребята задали Рашиду Тимрезову интересующие их вопросы, которые в основном касались развития родной Карачаева-Черкесии и страны. Самым главным достоянием нашей родной с вами республики являются, конечно, люди. Трудолюбивые, открытые и гостеприимный многонациональный народ Карачаева-Черкесии истинно любят свой родной край и работают во благо его процветания. Всегда нужно ставить для себя самую высокую планку, причем вне зависимости от того, какую профессию вы в итоге выберете. Стараться любые, пусть даже небольшие задачи решать на пять с плюсом, что называется, по полной выкладываться. В то, что делаешь, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки. И если что-то не получается сразу, тогда вы обязательно добьетесь успеха. Более 170 миллиардов рублей планируют направить власти Карачаева-Черкесии на реализацию пяти прорывных инвестиционных проектов в сфере туризма, развития зеленой генерации, сельского хозяйства и промышленности. Об этом сообщил министр экономического развития региона Алина Коховна в состоявшемся заседании круглого стола в Совете Федерации, посвященном реализации модели экономического развития субъектов Северокавказского федерального округа. Благодаря методологической и практической поддержке Минэкономразвития России в прошлом году была утверждена модель экономического развития Карачаева-Черкесии, в которую включены пять проектов. Это развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров, развитие зеленой генерации, строительство худейского горно-обогатительного комбината и развитие туристических кластеров Тиберда-Дамбай и Архиз. По словам Накохова, в настоящее время на территории республики ведутся строительно-монтажные работы по четырем объектам гидрогенерации. Прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку генерирующего оборудования и системы управления. В конце текущего года ожидается ввод в эксплуатацию красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2 общей мощностью около 50 МВт. А в части развития интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров, то в настоящее время ведется работа по закладке садов и разрабатывается проектно-сметная документация на строительство оптово-распределительных центров. На сегодняшний день высажено более 400 гектаров садов интенсивного типа. Вместе с тем, в рамках инвест-проекта на курорте Дамбай ведется строительство горнолыжных трасс и объектов инженерной защиты. По итогам конкурсного отбора на строительство данного объекта Республике представлен инфраструктурно-бюджетный кредит в размере 890 млн. рублей. Кроме того, в соответствии с приказом Минэкономразвития России проект включен в перечень новых инвестиционных проектов, что позволяет за счет высвобождаемых средств бюджета Республики на 2022-2023 годы привлечь еще 767 млн. рублей. Власти Карачаева-Чехесии разработали также проект по комплексному освоению территории, прилегающей к Кисловодску в границах Кавказских минеральных вод для включения в модели экономического развития Республики. Он предполагает строительство на площади более 300 гектаров жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Строительство тепличных комплексов по выращиванию овощей ягод на 40 гектаров. В ближайшее время планируем направить предложение по включению его в экономическую модель, сказал министр экономического развития Карачаева-Чехесии Алина Кохов в ходе круглого стола в Совете Федерации. По его словам, данный проект регион подготовил с учетом неопределенности срока в начале строительства худеского горнообогатительного комбината и намерен предложить его на замену для включения в модели экономического развития Республики. У проекта аналогичные параметры, в том числе по созданию рабочих мест. Делегация Карачаева-Чехесии представила регион в первом национальном конгрессе с международным участием национальное здравоохранение 2022. Участники мероприятия обсуждают вопросы цифровизации здравоохранения, лекарственного и кадрового обеспечения, стандарты и новые технологии диагностики и лечения пациентов с различными заболеваниями. В Архейзе в эти дни проходит форум «Цифровая прокачка региона». На одной коммуникационной площадке собрались представители федеральной, региональной и муниципальной властей, институтов развития и бизнеса, лидеры общественного мнения, визионеры, в том числе руководители ведущих технологических компаний. В центре мозгового штурма внедрение IT, технологий в сферу туризма, транспорта, экологии и городской среды. Все это обсуждалось в рамках обширной пленарной дискуссии, которая положила начало интенсивной групповой работе под руководством опытных трекеров и экспертов. Руководитель региона Рашид Тимрезов объявил 11 июля праздник Курбан-Байрам нерабочим днем в регионе. В прошлом году из-за сложной эпидобстановки коллективную молитву в мечетях на Курбан пришлось отменить. В этом году коронавирус отступил, а значит праздник пройдет в традиционном формате. Согласно исламской традиции на Курбан-Байрам каждый правоверный мусульманин должен принести в жертву барана или корову. Курбан знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в священную землю, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. Верующие в этот день вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают милостыню бедным. Комментирует председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» муфтий Духовного управления «Мусульман Карачаева-Чекесия» Исмаил Хаджибердиев. Вот этот курман, когда мы режем, это не означает, что ты порезал вот это в барашку или в бычка, и все это положил, и будешь от него потихонечку кушать. Нет. Его надо разделить на три части. Одну часть себе, одну часть соседям, и одну часть бедным. Надо раздать. Если нету таких, тогда уже надо отнести в мечеть, в медресе, там, где учатся ребята, чтобы они это все кушали. А сейчас у нас в каждом селе есть и мечеть, есть и медресе. Если нет, вот у нас здесь есть исламский институт, в Учкикене есть медресе. Там у них есть холодильники, складывают, и они оттуда кушают потихоньку. Вот это вот правило курмана. Министерство туризма и курорта в республике запустило конкурс на грантовую поддержку проектов малого и среднего бизнеса, направленный на развитие внутреннего туризма в нашей республике. Сумма гранта от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Заявки на конкурсный отбор принимаются до 19 июля текущего года, рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. Первое – это поддержка общественных и предпринимательских инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения. Это строительство некапитальных средств размещения, кемпинги, автокемпинги, обустройство жилых зон, создание и обустройство санитарных зон и так далее. Это первое направление. Второе направление – это поддержка общественных инициатив на развитие туристической инфраструктуры, которая включает в себя создание и обустройство пляжей на берегах, рек, озер, любых водоемов. Третье мера поддержки – это государственная поддержка инфраструктуры туризма. Данная категория в себя включает приобретение туристского оборудования любой направленности. Это создание и круглогичное функционирование плавательных бассейнов. Это создание новых туристических маршрутов, их обустройство, соответственно. Все меры поддержки, хочу отметить, включают в себя такие решения, как поддержка инклюзивного туризма. То есть в каждой категории направления можно претендовать и получать поддержку для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли путешествовать более комфортно. 14 километров дороги, ведущей к Лунной Поляне, будут отремонтированы с применением новых технологий. В частности, на участке автодороги Архиз Лунная Поляна-Дука продолжаются работы по ремонту и устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Его основными преимуществами являются водонепроницаемость и морозостойкость, высокая усталостная стойкость, повышенная сдвигаустойчивость, а также повышенное сцепление дорожного покрытия, низкий уровень шума и многое другое. Работы планируется завершить до декабря текущего года. Прокуратура Прикубанского района поддержала государственное обвинение в отношении бывшей работницы администрации муниципального образования, которая признана виновной в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенной с использованием своего служебного положения в крупном размере. Информацию комментирует старший помощник прокурора Карачаева Чикесии Елена Дармаграева. В суде установлено, что подсудимая, работая бухгалтером в муниципальном учреждении, составляла подложные платежные документы, на основании которых бюджетные денежные средства, предназначенные для уплаты налогов на доходы работников учреждения, перечислялись на ее личный расчетный счет, в результате чего она за период с сентября 2020 года по июнь 2021 года похитила денежные средства в размере 311 тысяч рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимой и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы. Одновременно суд удовлетворил иск прокурора Прикубанского района о взыскании с подсудимой похищенных денежных средств в счет возмещения причиненного преступлением ущерба. Председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» муфти Духовного управления «Мусульман» Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев прокомментировал появление флага ЛГБТ над мечетью в центре Берлина. Недавно я узнал о том, что в Германии в мечети вывесили флаг ЛГБТИ. Уже дошло и до этого. Раньше тоже были покушения на религию. У нас в России принят закон о чувствах верующих, что нельзя оскорблять. Но нигде этого закона больше нет. И вот это, наверное, дает им право так вот глумиться над религией. Это лично оскорбляет лично мое религиозное чувство, что в мечети делаются вот такие дела. Это не мусульмане. И мне очень жаль, что мусульмане в Германии, что они допускают такие вещи. Нельзя этого делать. Это очень серьезное дело. И поэтому я считаю, что нужно принять такой закон. Это уже надо на уровне ООН, чтобы во всех странах был этот закон. Что нельзя оскорблять чувств верующих. С 11 июля республиканский наркологический диспансер будет располагаться и работать в новом здании по адресу Черекеск, улица Свободы, 62. Это район бывшего химзавода, здание Северного ковидного госпиталя, второй этаж, вход с левой стороны здания. Проехать можно будет на автобусе номер 6 до остановки филиала городской поликлиники. На автобусах номер 13 и 16, троллейбусах номер 1 и 8 до остановки химзавод, а также троллейбусе номер 4 до остановки автосервис. А теперь о ситуации с клещами. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов насекомых не превышает среднемноголетних значений. И тем не менее, в республике период их активности на сегодняшний день официально зарегистрировано 184 случаи укуса, 64 из которых дети до 14 лет. Случаи присасывания зафиксированы абсолютно в каждом районе республики и Черкески. В Карачаево-Черкесию прибыли 100 детей-активистов детских общественных движений из Кабардино-Балкарии и Адыгеи. В рамках празднования столетия ребята посетят всесезонный курортный поселок Домбай и межрегиональную летнюю профильную смену в семье Единой, которая пройдет в детском оздоровительном лагере Адель Домбая. Смена продлится 14 дней. Вчера состоялся вечер знакомств «Мы разные, но мы вместе», который дал старт увлекательным двухнедельным приключениям ребят, которые приехали к нам отдохнуть со всех уголков нашей республики Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Дети разделены на отряды, и каждая из них представит свою визитную карточку. Их ждут разнообразный ежедневный досуг, а также тематические мероприятия с участием специалистов различных сфер образования, культуры и спорта. В станице Преградной у Рубского района будет установлена площадка ГТО. До конца этого месяца здесь появятся тренажеры, воркаут, турники, освещение и резиновая травма. Безопасное покрытие общей площадью 352 квадратных метра. Кроме того, всего в этом году в Карачаево-Чекесе планируется построить и открыть 10 спортивных сооружений, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы в Учкулане, Сары-Тюзе, Зеленчукской и первая в регионе «Умная площадка» – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в микрорайоне Московском, Усть-Джигутинского района. Ну и последняя информация. В августе текущего года Архиз примет чемпионат России по даунхилу, скоростному спуску и кросс-кантри. Главные спортивные гонки лета станут частью большого фестиваля маутинбайка Ride Life. Он пройдет с 6 по 29 августа. Начнется соревновательная программа с седьмого этапа российской эндуро-серии. Он запланирован с 6 по 7 августа. 8 августа стартует детская гонка Kid Cup для участников от 3 до 14 лет. Кульминацией соревнований станут финал Кубка России, чемпионат страны по скоростному спуску. Они пройдут с 9 по 11 и с 12 по 14 августа соответственно. После небольшого перерыва с 25 по 29 августа курорт примет чемпионат первенства России и Спартакеаду по кросс-кантри. Байк-парк курорта доступен спортсменам и гостям все лето. Открытые дистанции для скоростного спуска красного, синего и зеленого уровня сложности как для опытных велосипедистов, так и для начинающих. В общей сложности доступно почти 6,5 километров трасс для скоростного спуска. Работает также школа Даунхилла и прокат велосипедов для детей и взрослых. Приобрести байк-пассы можно в кассах курорта или на сайте. Доступны варианты билета на 1, 2, 3 дня или на весь сезон. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, Сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 27 до 32 градусов тепла. В горах местами до плюс 23. В Черкесске во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 32 градусов выше нуля. В течение суток 8 июля в северной части Карачаево-Черкесии высокая пожароопасность 4 класса. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!